доброе утро ведь еще у нас тут делается народ уже грузится 3 октября время почти 7 утра сейчас надо что-то вот с этим вот всем безобразием придумать вот всего я понятия пока не имею вот сейчас все равно тут нифига не видно в этом прицепе короче что-то мне надо с этими щитами что-то придумать куда мне их девать все эти щиты все знают сюда и все составить что ли самом начале надо наводить порядок здесь надо вот эти вот убирать с левой стороны завалился я тут переезжал от рампы короче сегодня пол первого ночи меня подняли позвали на выгрузку опять лег спать типа пол четвертого подняли что выгрузили отдали документы все чем ночь была я поспоришь после я уже не уснул ладно придумаю а потом все расскажу это аэропорт кольцово вон там где он то почта стоит там я выгружался сегодня не за что их тут прижать щиты но я тут сколько украл сантиметров 20 просто мне сейчас палеты грузить специи повезем на минск об этом чуть позже поместятся они тут не поместится никак не прихватить если бы можно было тут вокруг этой округ крутить или тут бы какие-нибудь крючки и вы были нифига нету ладно может это до минска то доедут там я не знаю чего не скажешь может скажешь вообще возить с собой щиты эти каждый раз чтобы за брюшетку не платить я не платил но после меня говорят там пацана пацаны деньги отдавали за меня в том числе ладно так собираем тогда эту сторону сейчас вот эти все надо будет с левой стороны железки на эту перевешивать потому что они тогда палеты не становятся ну во всяком случае европалеты точно не становятся когда у меня вот эта обрешетка находится на двух бортах на одном борту с одной стороны с этой тогда палеты становятся а если на двух все места не хватает они начинают их пихать ломать уже проходили вот есть конечно да минус в этой обрешетке и постоянно тягаешь туда-сюда но плюс был в чем вы сами все видели мы доехали и у нас ничего не развалилось не ну хватит места пока так до минска доедут а там подумают что с ними делать может угроба в натуре скажут возите к собой как вариант почему нет растянуть их недолго и после этого пожалуйста даже этот не надо снимать борт открывать и замок и отсюда отстегну раз раз растаялый грузиновал какой хочешь уже в принципе видите чем увезли почтовый экспресс поста и делья русия екатеринбург арбин чайна вот еще валяется надо выкинуть сейчас этот борт раскрыл тот закрытие этот раскрыть эти ремни повесить можно идти ставить чайник у меня загрузка в 10 ночью выгрузили я говорю можно тут да спи говорит и проблем ну хорошо это я уже не усну сидел он кино делал с пол четвертого утра ну и с учетом того чего там я часа три поспал там наверно часа два с половиной часов пять с половиной поспал наверно за ночь какой мурзатый а приедем минск помоем кати не будем зимка жмется балаболка оказалась это местная все закрываю тогда доделываем все это дело и пошли чай пить ну вот и все больше часа я тут копошился и сейчас этот борт осталось закрыть эти досочки нету такие не купил я вообще думаю может быть это куда они денутся да никуда будут стоять пускай они тут и стоят ну я сейчас прошу конечно а вдруг следующим рейсом опять за почтой нафига бабки отдавать правильно алисгут скрываем ворота скрываем борт пошли пить чай да и уже скоро выдвигаться давай давай ладно одной рукой неудобно чуть я подумал здесь минут 9 у нас тут екат еще впереди поехали-ка мы туда загрузка на 10 при этом там контактное лицо есть позвоним если это да там чай попьем ну что выпустишь и упускает и поднялся разговаривать не стали аж логов подняли ну и на том спасибо текс ехать мне 23 километра до загрузки лучше я туда приеду и мы туда там чай попьем а вдруг они раньше начнут грузить не ну вот это тот перфоменс вчерашний мне понравилось вам говорит надо заехать взять пропуск сделать круг почета и выехать вопрос зачем вон самолеты алину суммой что плащу даже жужжат на взлет в эту сторону не взлетали в мою тоже тут коллега вон что-то а здесь я так понимаю вот здесь это въезжают здесь всякие . вот это вот заправка уже короче обслуживающий персонал заезжает аэропорта аэропорт кольцово так вот сейчас тут налево на екат и туда березовский это там на севере у меня прямо вот прямо екат 15 километров что то то есть это уже как бы не екатеринбург вот вот ну тебе координаты забил по ним едем в конце в конце включить а надо пускай будет все равно ничего не слышу поэтому мне как бы пофигу так я смогу ехать прямо до могу главное у нас тут где-то я проеду потом повернешь хоть у тебя и главное я железнее вот это да когда прошлый раз ехал в араме так я вон туда по прямой поехал да ладно тебе пигнали что ли все равно туда под знак поехал поехали джентльмены все екат и в сторону березовского и и у Продолжение следует... 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 второй склад в конце где-то здесь вот где-то вот здесь вот будем вот вот здесь где-то слева справа не знаю не знаю какую куда вставать пойдем узнаем 23 полета задний борт пустой сейчас вес посчитаем что в районе десятки будет нас минут 11 так фуд логистик получателя это к этой цель и все остальные тут ко всем и кулатурами мало интересует не интересует только смерть уже там их внутренние дела здесь 455 здесь у нас то получается здесь у нас евро торг добавится фут лайк фут логистик евро торг это не который евро опт который надо субботы на воскресенье ночью разгружать 1 2 3 30 это тоже фут логистик так фут логистик фут логистик евро торг евро торги мне нужно выгрузить 8 палет правильно сначала мы выгружаем фут логистик потом выгружаем евро торг верно 120 так 3 360 3 463 500 грубо и тут 3 200 6 500 6 700 7 тонн нету веса легкая видели сами так тему еще темпель сейчас мы все это дело штампуем подпишем распишем попью чая и поедем так на всех экземплярах умную два с половиной часа сейчас время уже без 20 час вас половиной часа почему нет товарных накладных железном из колене не надо мне цмр к нужно сейчас будем решать я успел и чай попить и даже немножко вздремнуть если честно ну все 6 700 нам загрузили я посчитал по весу ехать 2 2 635 до города героя минска выгрузок у нас я уже говорил что 2 ориентировочно будет суббота первое днем и ночь субботы на воскресенье будет 2 сейчас уточнят счетом сегодня у нас вторник ну в общем то сегодня еще 30 до четверг пятница три с половиной дня на 2 600 нормально всю жизнь бы такие грузы вазил но даже для зимы сейчас более-менее у меня всем с половиной на ведущую на седле прицеп вообще пустой конечно для зимы лучше десятка на седле чтоб было а на прицепе было там тонн 12 так научно надо как-то развернуться каким-то образом не общего брать ее сторону я нарежь не нужно как нам развернуться как нам развернуться где нам найти разворот вот по моему разворот вижу вот здесь мы сейчас разворачиваемся и все возвращаемся на екат вы нашей обычной раньше традиционной дорогой сейчас включена в пробках потолкаемся сторону примит уже ремонт и какие-то грандиозные затеяны вот там что в районе ревды там жили какие-то стройка века идет тоже куда доедет туда доедем сегодня где это сильно далеко то можно судьи не ехать после этой бессонной ночи такой не то что бессонной но такой ни о чем такое полуразбитое состояние терпеть не могу ночные выгрузки ну загрузки вот это прямо это печь современности меня выносит все но иногда никуда не денешься иногда приходится и вообще ночные яйца ночью нужно спать все выходим на екат вот тут еще на сколько километров я даже не знаю сколько до стриц наверно все и на перьем пошагали весовой габаритный контроль не пройти с семью-то тоннами Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 вы их надо делать надо ну что дальше дальше едем она тут уже все это дело закончится когда они это все закатают вот уже будем летать ради этого можно и потерпеть немножко помучиться то вот 3 участок где мы притормозились объезд того моста был потом вот реверс ну я в принципе его устал и потом за следующего же на следующем же цикле уже на него заехал прошел тот мост еще один час тоже что-то стояли сейчас поехали что приёмся а может нет то что пошел как покупка была хорошая 18 градусов по типу спорта но пошел какой-то дождик 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 вчера позавчера было вот два дня шикарнейший мы ехали такие вот такие довольны сухенько тепленько кайфовали за дядя зимой кошка помоется уже свой плюс отсюда сто шестьдесят семь километров до суксунского колечка по идее два часа полета два с копейками а как пойдет как пойдет не знаю как пойдет как пойдет так и поедем не стоим же наглухо движемся вот третий светофор на нем я только простоял 25 минут папа но он здесь есть цикла очень длинные получается куда это у нас здесь поворот интересно куда-то туда направо знак грузовым запрещено туда еще за поворот я даже не знаю ваша кажись что мы возле первоуральска правду кажутся не а тут правда подушка большая видите какая уже здесь все-таки укладут асфальт или покладут они положат и мы здесь все-таки летать в недалеком будущем я понял только одно в пятницу в область здесь лучше не попадать хотя мы особо не выбираем когда нам куда ехать опять дочь пошел я просто хочу сориентироваться не вы понять где мы что за место интернета нет чтобы у гугла спросить в принципе не так оно и важно факт в том что есть но я так понимаю последний участок сейчас мы здесь потом там все это дело а ну так здесь понятно здесь такой кусок-то здоровенные они отгородили естественно что здесь цикл должен быть очень большой длинный затяжной а время что-то уже уже 3 я просто думал судя до ижевска может побежать посмотрим там там и еще бонусный час один поймаем чем хочет выехаться на слава или нет просто стоит еще рация переключилась на эту на европейскую сетку и может я тут чё тыкнул случайно не знаю вверх я но я и так практически никого не слышно был как-то я стал в колейку где все там политики там скоро у нас где идет кору надо пропускать скоро это святое его сейчас услышал кто-то заговорил его смотрит четко потому что если я кого-то и слышал услышал ну с помехами так как будто как сетка стоит европейская окон и было сейчас вроде переключился нормально ну дай бог все полетели с этой стороны тоже наверно колейка хорошая собралась или собралась туда давайте посмотрим ради интереса было ровно 80 я 80 километров от загрузки отошел давайте мы его выпустим выходит дорогу устроить для нас давай давай братан как получится я тебя пойду уже полтора километра и ой кольца и края нет выхать тоже тут тут место жил участок дороги оживленный движение здесь большого я наверно лучше вам скажу сколько километров поверьте на слову снимать столько времени нет смысла получается все да и немного три километра еще страшного ничего критично три километра за полчаса следующим циклом пройдут ну максимум через один какая пятница и шальным делом какой-то пятницы подумал время уже почти пять часов и только 160 километров проехал еще дачи то даже не доехал чум вы говорите какая пятница алексей николаевич забудьте как бы до перми добраться сегодня как раз до перми так ночи и доберемся еще что надо было что-то пообеда ужинать же наверное где-то одном чай далеко не уедешь да пока здесь ездит тяжеловато ну потерпим о том же будем летать наверное очередной ремонт очередной реверс конечно как бы без надобности пока на этот участок дороги лучше не соваться однозначно лучше идти низом я имею ввиду по пятерке еще шнер на не все или уже все как вы думаете знаю еще лет уже здесь не его ну вот в очередной реверс убираемся этот газпром который честный газпром а тут которую в очите он дальше тут который но был нечестный не знаю сейчас честного или нет слава богу мне до заправляться не надо мне с моим количеством топлива и с моим тоннажом до нижнего но до дзержинска что под нижним за нижним хватает с головой проехал вот тут езда сегодня харчим поужинать как-то мы сюда заехали не помню с кем я ехал дуня даша дуня какая-то и как она называется что мы зашли на ценнике глянули глянули нам есть перехотелось вот она это тунья не поедем дальше азербайджан кафе чудо тут цены не азербайджанские а какие-нибудь там я даже не знаю перехотели кушать тут что дальше километра там за кунгур зайдем что я у димки спрашивал чтобы не пролететь что там был там один раз между кунгуром там и этим кукуштаном ну вот поедем туда на ужин время пол седьмого время спать я бы не ели еще даже вот сюда вот какой здесь километр я не помню тура и какие-то вот лукоиловская заправка после кунгурского развязки на кунгур и поста там типа не работающего с правой стороны вот мы тогда сюда заезжали в принципе так кормят довольно таки неплохо стоянка асфальтирована она кстати тоже по дорожной сети ночевать однозначно я здесь не буду в любом случае мы пойдем за перьем вот кафе луч до нём за дождя нету стоянку не занимать сады с полному разбит и стоит здесь вот поставим пойдем поужинаем потом уже посмотрим куда мы сегодня доедем на следующем повороте поверните направо машина отдохни пары надо помыть заодно не все уже там тоже заляпаны по этим ремонтам пошли с если к агрегат там парня газ управляет на лукойле 92 95 какой он не ульет 92 или 95 от не пойду спрашивать вот такой чумазик да да чё обойдем как тут у нас ну вроде все как бы в порядке а у людей уже видеть на стоянку становится так в прицепе я не полезу ничего там с этими палетами не будет с этими специями мне там аж голова заболела этом на рамке надышался пряность имеется вы понимаете да так давайте наверно фара сейчас его моя тошна в этот поливачку достать немножко выташки есть как раз меня на фарах канистру надо наверно будет менять течет скраника потихоньку течет лично у меня тут вода стоит сейчас морозы придут и все морозы придут и все это могут и все замерзнет знаю посмотрим сколько канистр стоит такая канистра стоит конских денег здесь все хорошо что у нас стекло было бы пластмасса пластмасс если тереть она затирается а стекло ничего не будет фары будут нужны цвет и так конечно не фонтан и она но видно все просто мне есть чем сравнивать сейчас в зимке какой свет ну и плюс этот какой был скане и он конечно свет был огонь пустим воздух это я потом положу сюда поставим вода видите течет я уже экране кужи и цвет от снял который этот все равно то ли она подкапывает то ли он не держит не знаю ладно посмотрим сутка мистер стоит все пошли ужинать да поедем куда-нибудь сегодня опять дождь пошел осень чего вы хотите заезжать на стоянку что-то я не пойму вот вот 2 2 ворота на пьет пожалуйста и и и и и и и не хочешь отъезжать ну стой туда с тем морду снесу и поеду твоим места есть есть вот он становится хозяин короче стоянка вот после подорожник после этой краснокамской объездной данную баню темно тут дождь идет туман то еще что-то подзем отдыхать завтра будем работать без сумной ночи практически и так сегодня проехали то мало отработали целый день до время уже 10 минут десятого завтра 8 утра поедем еще не чая не хочу ничего спать хочу с морда болит морда красный так что все позвольте откланяться на спальник и а и Продолжение следует...